Добрый вечер, уважаемые зрители! Мы продолжаем наш курс по корпоративной архитектуре и сквозному примеру в рамках нее. Сегодня мы с вами предпоследний раз, скорее всего, поговорим про бизнес-архитектуру и поговорим о том, о чем все начинают говорить в самом начале. Я не понимаю, как они это делают и откуда они знают, как правильно об этом говорить. Так об оргструктуре мы сегодня с вами наконец-то поговорим. Откуда взять правильную оргструктуру? Очевидно же, что пора. Итак, по старой традиции мы с вами что знаем? Что у нас есть роли и есть процессы. Простите, это я куда-то в функции упал. А что ж такое оргструктура с точки зрения Тагав и Архимейд? Это бизнес-актор, тут даже человечек нарисован. Это, обратите внимание, Иванов Иван Иванович или же поддел продаж. Чем это не может быть? Это не может быть бизнес-роли, это не может быть менеджером по продаже. Соответственно, оргструктура у нас формируется следующим образом. Но не из головы она формируется, конечно. Мы берем и перечисляем нашу роль. Давайте возьмем специалист по закупкам. Ну, вернее так, у нас есть вот эти роли. Специалист по закупкам. Специалист по рекламе. Специалист по... Что там у нас по производству? Да не важно. К этой роли у нас привязан бизнес-процесс. Мы помним, от чего это отнаследовано. Там бизнес-процесс. Можно перетащить сюда. Например, взять так. Ну, чтобы вы, в принципе, понимали. А если вернуться назад, туда-сюда, то у нас есть функция закупок, которая связана с этим процессом. Ну, давайте для 5 же примера. Дай его, да. Все правильно. То есть, этот процесс есть неотъемлемая часть этой функции. Кроме того, есть, например, поиск поставщиков. Еще один процесс, еще один процесс, еще один процесс, еще один процесс. Которые могут входить в функцию закупок. А теперь вопрос. Куда мы прикрепляем эту роль? Мы можем прикрепить ее к подразделению, например. Коммерческая служба. Мы можем прикрепить ее к подразделению. Отдел закупок. Или еще куда-нибудь. Некоторые. Ну, ничего сложного. На самом деле, вот к этому моменту уже ничего сложного быть не может. Потому что, если вы до сих пор еще ничего не поняли, то уже не поможет. Вот актер. Отдел закупок. Берем самую классическую схему. Чаще всего, несмотря на то, что это практически везде существует, здесь, в вордструктуре, это особо принято. Иерархия. Понятно, что, конечно, никакого отдела закупок в моем примере нет. Не было, иначе это полная дурь. Но чаще всего это выглядит вот так. Может, там вложений быть и 6, и 7. Я видел уровень. Не знаю. Читал про 13 уровню. Иерархии. В реале видел только 7. Может, кто видел больше, напишите в комментариях. Примерно интересно, кто в реале как-то выглядел. Потому что при 6 уровнях управления докричаться до верха, это катастрофическая задача. При 7, это почти невозможная задача, если у тебя человек на 6, тебя просто на 7 не приведет. Правда, жизнь. Не правишься. Вот такую схемочку мы построили. Ну, если мы сейчас тут как-нибудь еще найдем сервисы. Вот, отлично. Мне все-таки прям хочется. Так, не обманываю ли я вас? Давайте убедимся. Функция. Ну, в принципе, не обманываю. Можно так, можно чуть по-другому. Не важно. Важно, что функция реализует этот сервис или сервис реализуется этой функцией. Частью функции является процесс закупки сырья и материалов. Осуществляет его исполнитель, который занимает роль специалиста по закупкам. Данная роль закреплена за сотрудниками отделов закупок, которые являются неотъемлемой частью службы цепи поставок. Вот мы, как бы, в конце можно по факту завершения связей орг структуры, да, то есть ролей и акторов, включая вложения, можно еще отдельным, отдельным, отдельной моделькой, отдельным слайдом сделать вот такие связи. Я сразу говорю, это хорошо в небольшой компании. Это хорошо, когда я вам на примере вот эту связь от сервиса до актора показал. Сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять. Пять логических элементов. Но когда у вас там 700-800 человек это все нарисовать, но это не читаемо. Это не читаемо. Вы это не будете читать, вы это не будете использовать. Я не вижу смысла тратить на это время. И опять же мы составляем некий информационный каталог в виде там файлика, который согласовываем, который прописывает нам эти связи, плюс согласовываем оргструктуру. Можете отдельно опять же вынести оргструктуру на схему, не соединяя ее с ролями. Ну, потому что так проще будет понимать вашему заказчику. На этом спасибо за внимание. До свидания.